17-летняя девушка, как и многие жители Чувашии, не жалея сил, в тяжелейших условиях рыла окопы. В Красночитайском районе рубеж проходил вдоль деревни Пандикова. Зима в тот год выдалась лютой, спали прямо в одежде. Тогда 40 градусов мороза было, мы очень устали, сели отдохнуть. Я сразу заснула и даже не заметила, как загорелись на мне лапти. Домой пришлось идти почти босиком. Елена Васильевна помнит эти три месяца, как будто они были вчера. Слишком тяжело пришлось им тогда. Новые стояли, вытерпели. А потом еще три с половиной года приближали победу, как могли. Спасибо, Елена Васильевна, вам за те ваши трудовые подвиги, за тот ваш жизненный путь. И, несомненно, ваш пример прохождения этого жизненного пути является очень важной составляющей для наших детей. Следующий год для Елены Васильевны и всех участников строительства Сурского рубежа будет памятным. В честь 80-летия с начала возведения оборонительной линии 2021 год объявлен годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Такой указ в День Победы подписал Олег Николаев. Я вот с вашего разрешения при вас его сейчас подпишу. К следующему году Олег Николаев поручил разработать план мероприятий юбилейного года. Собрать сведения о людях, которые строили оборонительный рубеж, погибли при возведении, установить памятные стеллы. Но главное, чтобы каждый житель республики узнал о трудовом подвиге наших земляков. Александр Соловьев, Андрей Шоклев, Республика.